Привет! Это видео своего рода вторая часть первого видео, где я делала тарелочки из глины, поэтому сегодня я буду без представления материалов и меня. Если вам интересно, вы можете посмотреть первую часть, где я рассказывала все, что нам сегодня понадобится и как я что буду делать. Сегодня я буду делать одну тарелочку, один такой себе стаканчик с крышкой и еще одну тарелочку, которую я увидела в магазине. Я вообще не имела представления, что я буду делать с вот этой вот первой. Я просто, как обычно, катала глину в руках, но я знала, что я хочу сделать что-то типа тарелочки, на которой что-то будет сидеть. Я пока не буду вам говорить, что это, потому что прошлый раз, когда я сказала, что для меня было очевидным, никто не понял, все приняли моего мотылька за хинкалину, но мне смешно было читать эти комментарии, поэтому мне очень интересно, что вы думаете вот это. Потому что мне кажется, это, возможно, не так очевидно, как мне казалось про мотылька, но, в общем, интересно, что вы думаете вот это вот, так что остановите видео, напишите мне. Мне очень понравилось, как я наконец-то сделала ровным дно, несмотря на то, что я все еще использовала этот стакан. Если что, это видео довольно старое, это я делала еще до брелков, это я делала в перерыве между своими первыми тарелками. В общем, здесь я взяла палочки для еды, и так, кстати, можно делать и со скалкой, если вам нужен определенный размер. И просто поставила из двух боков и раскатывала глину таким образом, чтобы она была равномерной. В принципе, получилось довольно неплохо, несмотря на то, что мой стакан неравномерный был. Но теперь напоминаю, я купила скалку, все хорошо, теперь моя глина будет ровной. В общем, да, я долепила все, что хотела. У вас еще есть время написать мне, кто вы думаете это есть. А пока что давайте перейдем к стакану, который я хотела слепить. В общем, я увидела в интернете такие стаканчики с крышечками для всяких мелочей. И мне очень понравилась идея сделать что-то, у чего будет крышечка. Я обожаю крышечки, поэтому, естественно, мне захотелось это сделать. И я даже придумала специальный дизайн ручки, за которую будет подниматься крышечка. Поэтому я была очень рада сделать такую штуковину. И мне кажется, она очень здорово получилась, если бы я... Ну, в общем, ладно, потом увидеть, что мне не понравилось. Вот такая вот у меня крышка. Надеюсь, здесь понятно, что это будет клубника. Ну, тут, не знаю, разве что лицо какого-нибудь анимоперсонажа еще может быть, кроме клубники. Я сделала вот такую вот колбаску, скатала для того, чтобы крышка не была просто плоской и не слетала в любой момент, а чтобы она реально там задерживалась. Дальше я сходила в магазин, и в магазинах все было усыпано просто всякими пасхальными вещами, типа кроликов, морковок, каких-то яиц и всего прочего. И я увидела тарелку-морковку, и я просто... Она мне так понравилась. Я думаю, я не буду ее покупать. Я сделаю ее своими руками. Я взяла планшет и сделала фотографию того, что я уже вылепила для того, чтобы раскрасить это сначала на планшете, где я могу исправить все свои ошибки, и потом уже раскрашивать это по глине. То же самое я сделала с этой фигурой. Но сейчас будет уже понятно. Это жаба. Что вы могли? Еще потом мне пора перестать лепить жаб. Ну да, в общем, я сфотографировала ее тоже и начала раскрашивать там, потому что я вообще не имела представления, как я вижу это. У меня была какая-то идея, но она была очень разбросана по всему месту. Так что мне надо было скомпоновать все вещи в одной картинке. Я точно была уверена в том, что у него должны быть такие носочки. Также, что шляпа должна быть красной. И что он должен быть зеленого цвета. В принципе, это все. А, тут, кстати, не так много вещей. В общем, единственное, в чем я была не уверена на 100%, это то, на чем он сидит. Потому что я не хотела... Ну, по сути, это как бы кувшинка, листочек. Но я не хотела делать его зеленым, потому что, ну, он зеленый, и листок зеленый, и все на свете бы слилось. Я подумала, может быть, приделать вот такие облачка, типа он сидит на облаке. Возможно, вообще сделать его всего голубым. Но, в общем, потом я придумала сделать это коричневым листом осенним. И мне очень понравилось, как это выглядит. Дальше я начала раскрашивать морковь. Я сначала покрыла это все вот таким вот оранжевым, таким насыщенным оранжевым цветом. Потом разбавила это все немножко белым, для того, чтобы она была более светлая. Сначала мне не понравилось. Сначала я подумала, что это было плохим решением. Но сейчас, когда я на это смотрю, мне нравится, когда она немного светлее все-таки. У меня была такая проблема с этой морковкой, что у меня сама морковка, которую я нарисовала на глине, она гораздо более округлая, чем я ее слепила. Я не хотела лепить очень тонким вот эту грань между ботвой и морковью, для того, чтобы она не сломалась так легко, как она может сломаться, если она будет тонкой. Поэтому я слепила ее потолще. Но теперь, когда я начала это раскрашивать, мне не очень понравилось, конечно, что остались белые углы, но я думаю, это все еще лучше, чем если бы она все-таки сломалась. Потом я отшлифовала жабу и вообще не заметила, как отпала ее рука сначала. Но да, потом заметила, вот вам, пожалуйста, собственно, доказательство того, что если она будет тонким, она разломается или отпадет. Я начала раскрашивать и решила потом что-то придумать с этой рукой, что с ней делать. Я сначала раскрасила ботиночки и шапку. Я еще была не уверена, что мне делать с шапкой, оставить ее просто красной или сделать точечки, или сделать полосочки. Я всегда в этом не уверена, но всегда прихожу к точкам. Потом я минут 20, наверное, смешивала зеленые цвета для того, чтобы понять, каким цветом я хочу, чтобы моя жаба была. Я вообще предпочитаю свой жаб болотно-зеленого цвета, такой зелено-коричневый, ближе к вот этому вот, а не просто зеленым. Поэтому сначала покрыла его таким оттенком, потом мне это не понравилось, я смешала еще больше желтого цвета туда. И в принципе пришла к тому цвету, который меня устраивал, но все равно не идеально. Потом я покрасила весь низ, мне очень понравилось, насколько ровная моя глина была. Очень приятно красить ровную, не шероховатую, без вот этих всех складок глину. Дальше я раскрасила глаза и все такое. Как вы видите, вот этот головастик, я не знаю, он у меня в планах не был вообще. Я просто решила, что одному жабу будет одиноко, поэтому добавила ему компаньона. Но он получился немножко криповатым, таким как инопланетянин немного. Потом я купила суперклей и прилепила эту руку суперклеем и не сняла это по какой-то причине или что-то случилось. Ну в общем, дальше я покрыла все это дело лаком. Кстати, многие спрашивали, что у меня за лак. У меня просто обычный лак акриловый глянцевый. Я купила его в магазине, поэтому не могу вам дать никакую ссылку даже. Я не скажу, что он мне очень понравился, потому что на некоторых предметах, не на всех, но на некоторых, по какой-то причине он оставался все еще липким. Ну, не очень липким, типа, к рукам он не пристает, но если потрогать, он такой немножко липковатый. Не знаю, как объяснить, но в общем, я бы его в следующий раз не брала. Дальше я раскрасила крышечку и, собственно говоря, стаканчик. Мне очень понравилось, как выглядит эта клубника на этой крышке. Мне кажется, это очень-очень милая крышка. Потом мне не хватало вот этого вот клубничного цвета, и я решила, что внутренности я покрашу розовым. После этого я нанесла еще такие брызги красным и черным цветами на крышку и на сам стакан, и покрыла золотым цветом ободок стаканом. Кстати, прежде чем я сейчас все это покажу, что у меня получилось, у меня сделали первый заказ на Etsy. Я чисто по приколу выложила по скидке жабу и морковку, вот эти вот тарелки, и думаю, ну пускай. Поставлю цену 10 фунтов, скину 2, пускай лежит себе на этом сайте, меня оно не трогает и, типа, закажет кто-то так закажет. Я, ну, по скидке это сделала, очевидно, потому что у него отпавшая рука была. И, на мое удивление, ее очень быстро купили. Несколько человек сразу добавили ее себе в избранное, и потом одна девочка его заказала. Я пошла в магазин, чтобы купить коробку. Купила коробку за невероятные деньги. Мне заплатили за эту жабу 8 фунтов, а я потратила 3 из них на коробку, хотя могла бы за 5 купить на Амазоне несколько коробок. Ну, в общем, короче, это еще тоже отдельная тема. В общем, я запаковала, насколько могла, хорошо, чтобы он нигде не прыгал, нигде не ударился, и все, его нормально доставили. И вот что у нас в итоге получилось. Вот такой вот, не знаю, стаканчик, как это назвать, с крышечкой. Мне теперь кажется, что, возможно, надо было внутренности делать красным, для того, чтобы было сочетание цветов, но не знаю. В общем, мне этот розовый перестал нравиться. Остались какие-то ворсинки от чего-то, я до сих пор не понимаю, откуда они. Они оказались не из лака, а хрен пойми, в общем, откуда. Мне очень нравится, как крышка выглядит, и вообще, как все выглядит. Я довольна тем, как получилось, кроме вот этого вот застрявшего ворса и вот этого розового цвета. Жабу я, к сожалению, не сняла, кроме вот того, что вы видели, когда я отправляла. И вот так вот выглядит морковка, вот так вот выглядит та часть, которой я не особо довольна. Но в целом мне очень нравится, как все получилось. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Спасибо большое, что посмотрели. Скоро буду делать значки из глины, так что подключайтесь. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я для этого видео аутро тоже не сняла, так что да. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok